Сейчас я дам пищу вашей гордости вот столько, сколько можете забрать высокие технологии в современной медицине. Я думаю, не только гордости, но и тревоги. Ну что ж, поделитесь и тревогами тоже. Слово нашим корреспондентам. Известно, что жители городов, где напряжённый ритм и неблагополучная экология, особенно подвержены заболеваниям сердца, нервной системы, различного вида, онкологическим болезней. Но эффективно, с минимальными потерями, лечить одни недуги возможно лишь при использовании высокотехнологичных методов. Так общепризнано, что наиболее эффективным методом лечения ишемической болезни сердца на определённом этапе заболевания является хирургическое вмешательство. В научно-практическом центре интервенционной кардиоангиологии уже давно выполняются операции на сердце, не требующие вскрытия грудной клетки. Через бедренную артерию по специальным катетерам вводят контрастное вещество и под контролем рентгена находят изменения в сосудах. Бляшки, которые суживают или полностью закрывают сосуд. Именно по этой причине развивается ишемическая болезнь сердца, в том числе инфаркт миокарда. С помощью особого баллона, который устанавливают место сужения сосуда, восстанавливают нормальный кровоток по артерии. Таким образом, пациент может покинуть клинику уже на следующий день. Конечно, бывает, что одной баллонной ангиопластики недостаточно. Тогда приходится устанавливать места сужения сосудов протезы из специального сплава стенты. Однако, в некоторых ситуациях бывает необходимое проведение операции на открытом сердце. В этой области центр работает на уровне мировых стандартов. Хорошая медицина стоит дорого. Так что техническое оснащение, оплату недешевого лечения пациентов, помимо федеральной страховой медицины, компенсирует главным образом столичный бюджет. За год в этом центре проводят около полутора тысяч операций. А нужно было бы 10 тысяч, ведь в столице с заболеванием сердца страдает около двух миллионов человек. Поток сдерживается главным образом финансовыми причинами. Я думаю, что они должны быть включены в обязательное медицинское страхование, и это будет стимулировать каждый центр, который этим занимается, чтобы как можно больше таких операций выполнить, но не только в количественном отношении, но и в качественном. Например, ангиопластика, расширение сосудов в месте сужения обходится в 20 тысяч рублей на каждого пациента. А по страховой медицине оплачивается лишь пребывание в стационаре. 5 тысяч рублей. Всю разницу покрывает городской бюджет. А вот ремонт сложного медицинского оборудования вообще способен пробить в бюджете центра зияющую брешь. Летом глава Минсоцздравразвития Михаил Зурабов, ознакомившись с практикой ангиологии, разумеется, калькуляции затрат, признался. Дело, конечно, полезное, а вот денег по страховой медицине на это не даст. Выходит, по его логике, дешевые, но чаще всего бесполезные таблетки принимайте, пожалуйста, а полного излечения, товарищи, не ждите. На это не достает денег. При всех сложностях, несуразностях сегодняшнего дня, руководитель научно-практического центра профессор Давид Иосилиане остается сторонником страховой медицины. По его мнению, страховые компании обязаны оплачивать все необходимые рассуды на пациента. Виктор Сухачев, Константин Дворкин, программа «Лицом городу». Ну, не знаю сейчас, о какой тревоге будете говорить, вы догадывались.